Доброе утро! У нас снова сегодня день тренировки, и уже этим вечером будет официальное открытие турнира, будет жеребьевка, а завтра старт. Ну, не узнать, что мы готовы, мы еще готовимся. По результатам прошлого дня, как получилось, оказывается, мы неплохо половили. Как нам сказали, многие спортсмены сегодня будут ловить там, где мы ловили, но как бы мы это ожидали, и ничего страшного, пускай попробуют, поймают, да и хорошо, а может и не поймают. Надо искать новые места, вот тоже один интересный экипаж, серьезные конкуренты, Дмитрий Николаенко, Алексей Товстокорый. Это та команда, которая выиграла Дельту Супер Кап, серию турниров, которые проходили здесь, на Дельте Днепра, и выиграли лодку Пауэр Бот. Не такую же точно, как у меня сейчас, но чуть больше, в общем. Техти такую же, тоже новую и очень классную. Воспользуюсь моментом того, что тут свободно, и можно показать во всей красе лодочку. Как же она мне нравится. Супер дизайн. И прекрасные ходовые качества. Очень довольна лодкой. Как и обещала, сделаю вам обзор. Стретьего отряда еще Пауэр Бот. Как-то много становится Пауэр Ботов на рынке. Рынке. Это хороший знак. Что, пап? Да, все уже уехали. Мы с тобой как-то сегодня. Вчера первые уходили, сегодня последние. Значит, в прошлом видео нам сказали, что как это мы такие профессиональные спортсмены, а у нас нету весов, нету лифгриппа. Ребята, лифгрипп это и не очень, да и хорошо для рыбы, на самом деле. Ее можно повредить, но у нас он есть. Просто мы ним не пользуемся, но не было такой необходимости. Весы у нас тоже есть, но у нас рыба в зачете. По длине, по сантиметрам, не по весу, понимаете? А линейку, вот тут у нас будет линейка, нам выдадут сегодня каждому спортсмену, кто участвует, дают линейку. Линейка у всех одна одного образца. Для того, чтобы не было, как говорится, вопросов, то есть вы понимаете, это соревнование. И рыба меряется по сантиметрам. Зачетная рыба, щука 50 сантиметров, судак 45 сантиметров, окунь 35 сантиметров и сом еще в зачете. И все, кладется на линейку и мерит. Мы сегодня взяли с тобой, кстати, папин подсак, потому что с сеткой все-таки удобнее по крючке выпутывать. И смотрите, что я обнаружила. Мы-то и с линейкой получается еще сегодня. Можем не только рыбу здесь, можем и померить вам сразу. Мы сегодня еще не успели позавтракать, поэтому, Мифил Николаевич, пошел вас к столу. Выбирайте, что вы пожелаете из нашего меню. И горячий чай. Иногда я мне даю чуть-чуть порулить. Короче, папа своя тема. Вот есть и холод, уже шикарный холод, структурник. Он реально показывает дно и все. Но он все равно любит смотреть глазами. Вот ты ничего не переделаешь, ничего с ним не сделаешь. Я рулю ему, где он говорит, что я буду говорить правее, левее. И смотрит, ищет то дно, тот камыш, ту траву, ту ракушку, то все, что нравится рыбе. Так делает всю жизнь и походу не изменится. Поэтому у него такого эхолотомодного нет на лодке. Хорошего. А очень старый. Он говорит, что ему нужен смотреть глубину и температуру воды. А вы как считаете? А вы, друзья, как считаете? Сейчас в эру времени гонки вооружений насколько важно иметь все самое лучшее оборудование. Конечно же, безусловно, это в данной экватории и в данных местах, где мы ловим. Папа так смотрит. Естественно, на судака так не найти, конечно же. И на больших глубинах щуку тоже так не найти. Но в целом, интересно ваше мнение. Можете посмотреть, эхолот рисуется вверх точно вообще. Просто нереально точно. Видно, какая там трава, какие кустики. Еще я поняла все правее. Вода прозрачная, как в аквариуме. Посмотрите, просто всю мелочь видно. В тени лодки лучше, видите, как вам нет блестки в ялочках, вижу. Посмотрите. Как огромный аквариум. Сегодня у нас не такой рыбный день, как вчера. Ну вот, такая мадам. Во-первых, те места мы оставили в покое нам на соревнованиях, ищем новые. Во-вторых, какие-то сходы. И у меня щука села, и у папы щука села, и та, и та сошла. Не знаю, с чем это связано. А еще и окунь у меня был тоже. Чуть-чуть его до лодки не дотянуло. Но окунь был точно незачетный, незачетный. А на счет щуки я не знаю. Попробуем сейчас немножко посиликонить. Так как воблера мы уже пополоскали сегодня порядочно. И осталось у нас не так уж много времени порыбачить. Осталось у нас 3 часа. И нужно ехать на регистрацию. Попробуем пикшеды маленькие. Потому что здесь такая ловля, что нужно попробовать на небольшой силикон. И на обычную джигголовку. Не на обычную. На джиггер. Наш сосед Леха джиггер с нами живет. Вот Леха. Леха, на твои будем сейчас. Слушай, папа, ну кроме шуток, все спортсмены пользуются Лехиными джигголовками. Хороший джигголовки. Вот силикончик у нас. Пам-пам. Пикшед. Пиглет, точнее. Пиглет. Пикшед это большой. А это пиглет. Мы вернулись на базу. Я считаю, сегодняшняя тренировка успешна. Может кто-то скажет, какая же она успешна, если вы ничего не поймали. Но тренировка нужна для того, чтобы найти рыбу. У нас было два схода. Но не было возможности вам успеть что-то снять, потому что был сход. Но это значит, что рыба есть. То есть мы не упирались. Мы опять же оставили место. Нашли еще одно место для Лова на завтра. В других местах было плохо. Вообще сегодня погода другая. Ветя изменился и криминально изменилась вообще ситуация. Я вся красная. Ужас. Просто. Решили закончить чуть-чуть раньше. Сейчас покушаем и идем на регистрацию. А потом будет официальное открытие. Посмотрите на нас в форме. Покажу вам, сколько будет спортсменов. И еще расскажу моменты по правилам. Форма наша пришла. Смотрите, какие мы модные. Папа модный. Тебе нравится? Да. Зелененькая. Тут у нас Zemax. Strike Pro. Михаил Серемет. PowerBot. Самое все на Кате. Видишь, да? Да. Покрутись. Идет? Станцуй. Нет, пойдем. Пойдем зарегистрируем. Вот теперь видно, что команда. Посмотрите. Тим. У нас как и написано. Strike Pro Team, между прочим. Мне круто. Мне очень нравится. Проголосуйте в комментариях. Напишите в комментариях, как вам наша форма. Юрий Зелинский тут нас угощает. Для всех спортсменов мы сделали возможность попробовать максимальное количество видов нашего пива. И вот команда. Как Катя вашу команду называет? Шеремет Strike Pro. Ух ты. Шеремет Strike Pro. Вот. Терный птах. Пилзель премиум нефильтрованный. Видень премиум. Это вообще шикарный будет. О, отлично. Давай. И что-нибудь такое полезнее. А, и вот такой. А, вот, вот. Блондель полезнее. О, я люблю. Я люблю. Спасибо. Пока нет соревнований можно, правильно? Пока мы отдыхаем. Ух ты. Это что? Это рулька такая здоровая или что это? Это. Супер. У нас свиная нора. Сделанная на гриле. Надо должно быть очень вкусно. Потом ее будем разрывать, сделаем сочным и все остальное. Круто, круто. Вот, опять же, все для участников турнира. 20 часов готовилось. 20? Да. Обалдеть. Будут такие соусы. Ну, короче, тут все серьезно. А тут что будет у нас готовиться? Будут готовиться стейки, там ребра и там ребра. Ух ты. В этом году, безусловно, коронавирус нес определенные корректины. Мой комбинации еще не было. Еще не было, да. Отец и дочь. Шеремец Трайк Про. Еще не утихли эти эмоции, просто египетские фотографии. Как сейчас принято, говорит, Катя всколыхнула сеть фотографиями с щукой. И щука не маленькая, но, в принципе, как и в Египте. Это все папа? Это все папа. Я думал, она преувеличивает, когда на последних соревнованиях говорила, что вот приедет папа, и он тут вам всем тут наваляет. Нет, я не обманула, видишь? Папа, тяни. Я? Папа, король. Я извиняюсь за задержку. У нас... Там немного осталось, папа. 19. Прекрасный старт, если вы не едете. Мы не спешим, у нас все нормально. У нас не спрашивай про мотор, все хорошо. Не жгите бензин, не жгите бензин. Ждем от вас завтра новых подарков. Есть, да. Как говорится, самая приятная часть всех застолий, закуски. Смотрите, какая красота. Вот так вот бывает и на соревнованиях. И кроме вкусного пива, гвоздь программы у нас. Ребят, сегодня коротенькое видео. Я думала, выкладывать его или нет. Но понимаю, что вы же переживаете за нас. Вы же за нас болеете. Все будет хорошо. Не обещаю вам завтра выложить видео соревнований. Так как понимаю, что в основное время нужно будет реально ловить рыбу. И не особо отвлекаться на съемку. Я буду максимально стараться. То есть все вам рассказывать, показывать. Но может быть такое, что видео соревнований выйдет уже цельным и после турнира. Так как нужно порядочно все успевать и отдыхать. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что болеете. Постараемся вас не подвести. В любом случае, в моем инстаграме. Вот мой инстаграм. Буду какие-то сторисы постить. Это просто гораздо быстрее получается. И всех обняла. Это вам. До встречи на моем канале. Пока-пока. Включил. Пошла запись? Да. Запись уже идет. Аккуратненько. Хорошая рыбка. Далеко. Вот так вот. О. Упускай. Все. Погнала рыба. Освоящая. Так. Ну что? Ты довольна? Конечно, довольна. Надо еще таких поймать. Всё.